вот так вот жадка у вас 7 славянка у нас есть маленькая 6 метров это 7 метровая на комбайн 8120 будем пробовать пока по мне так низко вроде берет поле не товарная влажность ячменя 17 просто попробуем отрепетируем жадку пока сервисники здесь держать их пока начнем косить неизвестно сколько и когда это будет а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Разбираться будем... Так не должно быть... Сейчас посмотрим потери за жаткой... Потом потери за комбайном... Есть, нету... Будем сравнивать... После дождя косолома еще мокрая... Хотя уже прошло в принципе двое суток... Жуется... Может и это и есть причина... Почему он не раскидывает ее... Сейчас глянем... Сейчас мы его поставим... Остановим... Будем посмотреть... Потом сделаем еще кружок... Добавим скорости... Продолжение следует... Продолжение следует... Жмень кусачий... Зараза... Вот смотрим за жаткой... Потерь нет... Чистая... Там где-нибудь валяются колоски... Но это не проблема с жаткой... Это уже просто... Дождь с ветром... Поэтому оно и лежит на земле... То есть это то, что он забрать уже не может... Но это не критично... Тут где-нибудь где-то колосок... Так с жаткой чистой... Пойдем посмотрим за комбайном... Ну... За комбайном тоже... Тут уже... Смотрели... Дули... Продували... Ничего не нашли... За комбайном... Потерь тоже нет... Зерна нет... Вроде как бы... Все хорошо... Сейчас... Походим трехи... Пару гектаров скосим... Чтоб краска притерлась... Там... Вытерлась... Ржавчина ушла с наклонки... Чтоб можно было скорость дать... Чтоб не жевала... Не скользит солома... Еще сыровато... И... Только первый проход комбайна... Тут еще должен висеть компьютер... Который поддерживает... Высоту... Что... Жатки от земли... Пока не повесили... Решили просто посмотреть... Как она вообще будет работать... На этом комбайне... Нет... Никто не знал... Настройщиков больше чем... Комбайнеров... Ну... Пошли со скоростью 10... Увеличили... Скорость измельчителя... Романа... Чтобы... Не оставалось за комбайном... Этой соломы... По центру... Уже вроде нету... Чисто стало... Нагрузка у нас какая... 85... Не знаю... Видно... Нет? А... Что там с топливом? Топлива... 78... Это у нас что получается... 10 литров на гектар... 10 с половиной... Сейчас выйдем... Посмотрим... Что за комбайном... В таких условиях... Сейчас глянем... Что получается... Со скоростью... 10 километров... Больше пока не пробовали... Ну... Соломы по центру... Как бы не остается почти... Разбрасывает... Нормально... С учетом... Что она еще сырая... Совсем... Сейчас глянем... Что... Остается за комбайном... Есть ли потери... Ну... При скорости 10... Добавилась... Потерь... Зерна... Вот она будет поиграться... С решетами... Сейчас не будем этим заниматься... Потому что... Сырое... Куда его девать... Сушилка еще не запущена... Вот... Выйдем... Когда на товарную... На товарную уборку... Думаю... Доведем до ума... Сделаю... Видео... Читаю... Все... Так она выглядит поближе... Это тут... Стоят планки очесывающие... Гребенки... Здесь под крышкой редуктора... Вся чепуха... Сетки для уборки зерновых... Есть для мелкосемянки... Сетки... Лыжи... В общем... Поставят еще компьютер... Который будет следить за оборотами барабана... Барабанов... Потому что их тут два... За высотой жадки... Высотой среза... Грубо говоря... Но все равно это можно назвать срезом... Вот... В отличии от старой... Жадки добавили здесь... Смотровые окошки... Их не было раньше... Ну вот так как-то... В общем отрепетируем... Зайдем в уборку... Посмотрим... Как оно будет...